МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И куртка о главных темах сегодня. В Махачкале внедрят безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Проездная карта начнет действовать уже в скором времени. Депутат, обвиняемый по делу о незаконных операциях с земельными участками в Махачкале, получил пост, будучи под домашним арестом. Штраф с конфискацией продукции. В одной из торговых точек столицы выявлена незаконная реализация пищевых полуфабрикатов. Дагестанских налоговиков подозревают превышение должностных полномочий. Шесть сотрудников 2-й межрайонной инспекции в селе Касумкенте Сулейманстальского района стали фигурантами уголовного дела. По версии следствия, они занимались незаконным удалением данных при администрировании обязательных налоговых платежей. Нанесенный государству ущерб оценивается почти в 30 миллионов рублей. Дагестанский депутат получил новый пост, будучи под домашним арестом. Проходящий в статусе обвиняемого по делу о незаконных операциях с земельными участками в Махачкале, депутат Фикрет Раджабов в ходе декабрьской 41-й сессии Народного собрания был назначен заместителем председателя комитета по здравоохранению. Напомним, Раджабова задержали 22 мая текущего года. 1 августа Верховный суд Дагестана освободил его из-под ареста, но на выходе из СИЗО он был вновь задержан силовиками и помещен судом под арест до февраля 2020 года. О том, как Раджабов оказался на свободе, пока ничего не сообщается. Оплата проезда в Махачкале станет безналичной. Проездную карту для пользователей общественного транспорта ведет столичная мэрия. Карты предназначены для улучшения качества обслуживания населения. Она будет выпускаться в трех вариантах. На многократные поездки в автобусах и троллейбусах карта с разными лимитами поездок и карта без лимита поездок. Мэрия столицы уже объявила о начале конкурса, на котором они выберут оператора для осуществления работ по вводу и обслуживанию автоматизированной системы оплаты проезда. Сотрудниками Роспотребнадзора выявлены полуфабрикаты, не отвечающие требованиям маркировки. В частности, факт незаконной реализации был обнаружен в Махачкале в гастрономии метро. По регламенту, маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать наименование пищевой продукции, ее состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, адрес изготовителя и другие пункты. Как показала проверка, здесь не содержалась данная информация. По факту правонарушения, хозяин магазина оштрафован на 2 тысячи рублей с конфискацией и последующим уничтожением продукции. В преддверии Дня энергетиков, дагестанские специалисты компании Россети подвели итоги уходящего года, наметили планы на предстоящий год, а лучшие, это более 70 сотрудников, получили награды за хорошую работу. По словам директора компании, 2019 год стал для энергетиков особо значимым. Перед ним стояла серьезная задача – выполнить большую ремонтную программу, которая была реализована в полном объеме. Достаточно в сложных условиях находится сегодня коллектив дагестанской сетевой компании, в экономически сложных. Но, несмотря на все трудности, которые на сегодняшний момент существуют, коллектив с этими сложностями справляется с большим профессионализмом. И это достойно уважения. И я хотел бы произнести слова глубокого уважения и глубокой благодатности всем вам, здесь присутствующим, и всем сотрудникам дагестанской сетевой компании, и всем энергетикам Республики Дагестан. Ваш труд, он на сегодня, наверное, самый значимый. Без энергетики невозможно иметь все блага, которые мы на сегодняшний момент имеем, и к которым мы привыкли. В Дагестане стартовал пятый юбилейный форум сельской молодежи. В нем принимают участие более 150 ребят из разных регионов страны и зарубежья. Поздравить с этим событием на открытие приехали представители власти, эксперты и общественники. Главная цель мероприятия – рассказать о возможностях самореализации в селе. Подробнее Хамза Нурмагомедов. Нет работы, достойной зарплаты и перспектив. Эти причины вынуждают сельскую молодежь переезжать в города в поисках лучшей жизни. Одна из задач форума – помочь ребятам в родном ауле открыть свое любимое дело. Для того, чтобы наша сельская молодежь стала развивать свои родные края, они должны знать о программах. Сегодня по становлениям правительства Республики Дагестан 19 октября предусмотрено на 2020 год 2 миллиарда средств на развитие сельской молодежи. Это и сельский учитель, и земский врач. Такие программы, их очень много. На 2021 год это уже предусмотрено где-то 5 миллиардов рублей. За три дня форума участников обучат основам социального и бизнес-проектирования. Для них пройдут мастер-классы по ораторскому искусству и дискуссионные площадки. Они побеседуют с успешными предпринимателями сельского хозяйства. Молодежь в селе, она сейчас очень нуждается в развитии, в таком рывке, потому что у нас идет такой процесс урбанизации, все уезжают в города, остаются там, и села умирают. Вот такие форумы, они позволяют молодежи в селах сплотиться, реализовывать какие-то совместные проекты, возрождать села. И вот благодаря этому эти ребята смогут в будущем на селе создавать современные, хорошее производство и зарабатывать существенные средства для развития данного села. На мероприятие съехались молодые фермеры, студенты и аспиранты аграрных вузов из Азербайджана, Петербурга, Москвы и Ставропольского края. Хочу пообщаться с большим количеством людей и просто послушать их, что происходит. Потому что, честно, я приехала второй раз в Дагестан, и я не знаю, что у вас, как тут развитое сельское хозяйство, особенно в области животноводства. Мне бы было просто интересно послушать, как это все развито и в каком направлении вы идете. С началом форума участников поздравили министр сельского хозяйства республики, общественники и предприниматели. Они отметили, что прекрасные будущие страны в руках молодежи, и для их развития будут созданы все необходимые условия. Хамза Нурмагавидов, Мусас Алгиреев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Кумтаркалинский район. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Удачных выходных, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова